Ну что ж, всем здравствуйте, с вами Казуко Фэмили, всем ахайо. Сегодня необычное прохождение такого квеста как Кипсейк, так что в принципе присаживайтесь поудобнее, делайте чаёчек, кофеёчек. С вами Казуко Фэмили и по совету моей хорошей знакомой Немери мы будем проходить интересные игрушки, о которых я не знаю. Лично об этой я не знал, мы ещё планируем проходить на канале Тропу, по её совету Lost Crown, Grey Matter, а вот именно Сибирь и Сибирь 2 я тоже планирую записать скорее всего на канале Казуко. Она у меня есть в стиме обе части, так что в принципе присаживайтесь поудобнее, ставьте чаёчек, кофеёчек, а мы в принципе посмотрим, что это за интересная сказочная игра. Так что в принципе, дорогие друзья, приступим! Я слишком долго был вдали от семьи. Слишком часто меня не было рядом, когда я был нужен ей. Мои воспоминания тускнеют. Я думал, что смогу начать новую жизнь в этой школе, забыв о прошлом. Но я ошибся. Как я мог дойти до этого? Почему эта школа так пуста? Никто не может вернуть прошлое, конечно. Но как мне жить, если жизнь забрала у меня самое дорогое? Как я могу бездействовать, если ответы, которые я ищу, могут прятаться за этими стенами? Или, может быть, я ищу не там? Вот, в принципе, у нас уже начинается игра. Приветствую тебя, молодая леди! Я помогу тебе понять основные команды. Если я говорю слишком быстро, то... К форбону, так к форбону. Если ты можешь идти... Если ты решишь пойти в район, который находится за пределами... Указатель в виде Красного Креста показывает район. Хорошо. Да, я чуть не забыл об указателе мыши в виде песочных часов. Интересный был ролик в начале. Хорошо. Во время твоих приключений может... К счастью, эта помощь всегда в твоем распоряжении. Например, если ты нажмешь ее, когда надо решить... Если ты нажмешь ее, когда исследуешь местность, игра подскажет тебе, что нужно делать дальше. Большая зеленая кнопка плюс в левой части экрана используется для выхода в главный интерфейк. После нажатия кнопка меняется на красный... Так... Нажатие красного минуса... Ну это обучение, а тут ничего важного сейчас не происходит. Дополнительную информацию об интерфейсе ты можешь... Хорошо. К фургону, так к фургону. В игре тебе будут встречаться персонажи, с которыми ты можешь взаимодействовать. Чтобы поговорить с пир... Ну это понятно, да. Когда ты щелкнешь по персонажу... Если такой не обязательно... Хорошо. Нажми ее. Я вот бутылочку хочу взять. Да. Но... Почему там... Она не может в инвентаре... Оказаться бутылочка, да? Это странно. Вот, кстати, почему она бутылку возвращает? Когда я... Спасибо за помощь, сэр. Ладно, мне надо идти. Удачи! Хорошо. Спасибо. Тебе тоже. Так. Ну, по атмосфере, кстати, игра очень сибирь напоминает. Так. Так. Мы правда не можем, что ли, взять бутылку, да? Мы правда не можем, что ли, взять бутылку, да? Я нельзя переместить? Она вообще не здесь. Бутылка, да? Она возвращает бутылку, я не знаю, почему. Идем тогда вниз. Сюда, наверное. Водопад прикольненький, конечно. Согласен. Я бы приехала сюда только для того, чтобы посмотреть на эту школу. Мне кажется, что я влюблюсь в нее. Эй! Кажется, меня никто не услышал. Боже! Сама я эти двери не открою. Надо осмотреться. Может быть, тут найдется что-то, что мне поможет. Хорошо. Ну, графика тут прикольная, тут не поспоришь. Интересно очень. Атмосфера игры мне нравится. Сама атмосфера. Довольно красиво. Она сказала, что будет ждать меня у этого фонтана. Кто она? Что, скрин что ли сделать? Вот уже два красивых места. Подожди. Так, сюда нельзя, да? Тут есть... Ну, я знаю, что нам сюда, потому что я уже проверял, тестировал игру. Я хочу в лес пойти, посмотреть, что там. Я играл первый раз, поэтому, в принципе... Ребят, не обессудьте. Да, и если я буду отвлекаться, чат не смотреть, то, значит, я играю, комментирую. Все-таки... Интересно, что происходит. Я просто... Хочу... Чё? В смысле? Ага, то есть, та сторона нам пока что недоступна, да? Так, и что нам скажет этот... Приветствую вас, молодая леди. Чем я могу помочь тебе? Эм... Кто ты? Я, Муставио, восхитительный торговец. Это имя ты никогда не забудешь. В этой долине ты не найдешь цен лучше, и это совсем не потому, что я здесь единственный торговец. Как тебя зовут, дорогая покупательница? Меня зовут Лидия, но я не покупательница. В этой академии все студенты являются покупателями великого Муставил. Я пока не студентка. Если честно, сегодня я первый день в этой школе. Эм... Муставио, ты знаешь? Хватит разговоров. Разве ты не хочешь стать первой покупательницей Муставио сегодня? Но... Эм... Что? Хм... Первый покупатель получает скидки. Эм... Нет, спасибо. Мне ничего не нужно. Нужно. Ты просто этого пока не знаешь. Всем что-то нужно. Я, допустим, знаю, что ты купишь пару вот этих фигур. Что? А что это такое? Это фигуры для потрясающей игры, которую в эту школу из далеких земель привез ваш покорный слуга Муставио. Предупреждаю, без этих фигур ты не сможешь сыграть в нее. Всякий раз, когда я приезжаю, каждый студент покупает как минимум парочку этих фигур. И я уверен, что ты их тоже купишь. Я разочарую тебя, Муставио, но я потратила последние деньги на то, чтобы приехать сюда. Может быть, я куплю их, когда ты приедешь сюда в следующий раз. Двери Академии закрыты. Ты не знаешь, как открыть их? Извини, молодая леди, но, к сожалению, Великий Муставио не обладает такими знаниями. Черт. Не отчаивайся. Муставио уверен, что скоро к нам пойдут покупатели. Разве они могут устоять перед моими уникальными товарами? Ладно. Хорошо. Пока, Муставио. Удачи тебе, покупательница моя. Забавный чувак. Так. Ну, мужичок. Ладно, значит, тут у нас ничего. Мы просто ходили, да? Но все равно было интересно побегать, что там. Поэтому как-то так. Так. А мы не можем осмотреть ту штучку, нет? Так, сейчас, подождите, ребят. Мне вот эту про штучку интересно. А, нет, это просто, да? Просто я думал, что... Вот там что-то есть, осмотреть можно, но... Осмотреть нельзя было. Так, ладно. Ладно. Поблизости никого нет. Делать мне нечего. Так что остается только осмотреть эту штуку. Давай. Прикольно, кстати, все стили... Стили... Господи, стилизированного. Какое странное устройство. Что, я правильно сделал, что ли? А ну-ка. Натуре. Походу, правильно. Правильно. Клево. О, блин, такой звук, как будто что, где, когда. Ладно, шучу. Так. Но ролики тут реально красиво сделаны. Прям реально... Потрясающе. Мне нравится. Ух. Ну, хорошо. Ну что же. Кажется, я могу войти. Давай. Да и девушка озвучила красиво эту героиню. Тоже голос довольно приятный. Вот. Как-то так. Здравствуйте. Извините, что вошла без приглашения. Но мне никто не ответил, когда я постучала и... Эй! А дракон светится, да? Если драконы действительно такие большие, не хотелось бы мне встретиться с ними. И все? Он пошевелился? Хм. Должно быть, почудилось. Ага. И что тут? Интересно, что означают эти странные символы? Какая? Какая? А не, она получена информация-то... Еще нет? Дээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Так, а как назад? Так, вернулся, да? А, здесь одинаково, что с той стороны, что с той? Окей. О, эпичный дракоша. Текс. А там что? Че? Это что, там, что ли? Ну, школа прикольная, кстати. Похоже, кто-то или что-то скребет по дереву. Кто же там может быть? Надо... Надо быть осторожнее. Ну? Эй! Быстро! Выпусти меня отсюда! Это уже не смешно! Он говорящий? Помоги мне! Я сделаю все, что ты скажешь! Открой! Блин, голос знакомый. Кто ты? Меня зовут Зак. Я могучий дракон. Дракон? Мне кажется, что дракон вряд ли поместится в такой маленький шкафчик. Выпусти меня и сама увидишь! Почему ты прячешься в этом шкафчике? Я не прячусь! Меня заперли! Открой эту дверь! Ха-ха, прикольно. Почему в этой школе никого нет, кроме тебя? Что ты такое говоришь? В этой академии сотни студентов и десятки учителей. Пойди поищи в вестибюле. Там много народу. Может быть, там найдется кто-то, кто сможет выпустить меня отсюда. Хм. Связка ключей? Как мне открыть этот шкафчик? Посмотри там внимательно. На двери или рядом с ней есть замок, или что-то необычное? Я не вижу тут замка. Но на дверце шкафа я вижу какой-то светящийся символ. Хм. Похоже, это руна. Кажется, дверь запечатана магическим замком. Прикоснись к ней. Не бойся, тебе ничего не будет. Дверца должна открыться. Ладно. Ага. А там что? Интересно. Что это за машины такие? Оу. Еще головоломка. Один, два, три. Так, а тут тупик, да? Ух ты ж я. Да, большая школа. Однако, да? Хватит. Это уже не смешно. Выпустите меня. Сейчас, сейчас, Зак, не волнуйся. Выпусти меня отсюда, пожалуйста. Я не могу открыть дверцу. Она закрыта. Хм. Я просидел тут много часов, если не дней. Давно пора было выпустить меня. Ты не студент. Студент? Нет, не, не, но... Меня зовут Зак, и... Не забывай, что я выпустила тебя. Не трогай меня, пожалуйста. Не трогать тебя? А-а-а. Понятно. Я знаю, драконы выглядят устрашающе. Драконы? Ты... Ты не дракон. Ты волк. Что значит волк? Посмотри на мои крылья и... Что? У меня нет крыльев? Чертова снадобья. Я... Я пойду. Было приятно с тобой познакомиться пока. Эм... И что дальше? Подожди, там, где мы его освободили, там должна быть... Короче, связка ключей. Он же говорил о связке ключей. Сейчас. Эм... Подожди. Это кладовка? Вот это кладовка разве? О, неправда. Эти ключи могут мне пригодиться. О. Ага, за кому поговорить не можем, да? Так, сладно, хорошо, хорошо. Подожди, я пойду с тобой. Ну, так как ты единственное живое существо здесь, думаю, у меня нет выбора. Угу. Окей. Спасибо, что освободила меня. Эээ... Я тебя не знаю. Меня зовут Лидия. Я Зак. Кажется, ты не из Академии? Я здесь первый день. Моя лучшая подруга должна была встретить меня у входа, но я не нашла ее. Мне так хочется увидеть ее. Но кроме тебя я не встретила здесь ни одной живой души. Школа как будто покинута. По крайней мере, те ее части, где я уже была. Покинута? Нет, это невозможно. Я уверен, что мы найдем кого-нибудь в районе Вестибуля. В этой школе, значит, что-то произошло, да? Блин, и это красивое место. Прям много красивых мест. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Да, кстати, графика прикольная. Ну, с HD текстурами сделать пришлось. А так графика очень симпатичная здесь, я скажу. Мне нравится. так а у нас есть что что дожди здесь есть отличие 2 этажа и все таки есть да я на втором этаже дожди тут так тихо и выходите к нам прибыла новая кандидатка ответьте нам а у черт побери теперь ты видишь все это очень странно может быть они все в обеденном зале или кабинетах так она и есть на уроках говорить нельзя одно слово и у тебя большие неприятности поэтому никто и не отвечает шума нету никакого если по ним были уроки в основном был бы какой-то логический шум просто замечательно ни один из этих ключей не подходит к замку а это мы с той стороны про пройдем да ладно вниз тогда наверное сначала пойдем да может он может прочитать он же типа сказал что он дракон волк серый серый страшный волк знает что стопа тут что это тоже заперто да что такое рычаг почему они не открываются может быть механизм сломан все равно не работает и да головоломок тут будет много но из-за сюжета хочется эту игру проходить ахаха я не туда наверно пошел да мы увидели только рычаг да ладно теперь с нами будет бегать собака да жалко вот тут карты нету вот кстати по поводу карты это печально что все нужно самому искать это вроде бы как и плюс и минус игры что ты вроде стоп книжный вот и книжный да стоп даже музыка поменялась может нам сюда суды точнее может нам сюда суды точнее эгоу подожди спуститься вниз что ли все эти неприятности у меня из-за этого проклятого снадобья какого снадобья снадобья которую меня заставили выпить студенты как видишь они превратили меня в волка пока я был без сознания и раз уж мы заговорили о снадобьях ты случайно не знаешь как приготовить зелье которое снова сделает меня драконом мне очень жаль но я совершенно не владею магии пока так ну походу на вниз куда я предполагал и что там искать там или еще вниз не пойму я уже запутываться начинаю это другой вход я так понимаю да я сейчас и правда запутываюсь а это куда ведет на мост что ли балкон наконец-то я могу подышать свежим воздухом это странно здесь всегда было столько студентов так это смотреть можем лидия ты должна сыграть в эту игру она называется лабиринт минотавра значит это та игра который говорил муставио расскажи мне о ней подробнее ты встречалась муставио это он продает фигуры для этой игры это игра в которой ты можешь выиграть потрясающие магические предметы почти все студенты приходят играть в нее свободное время ты знаешь правила да я видел как играют студент и правила показались мне довольно простыми ты должна довести гоблина до лестницы так чтобы его не поймал минотавр если тебе это удастся ты получишь то что украл гоблин из сундука минотавр ладно это подождет мне нужны фигуры чтобы играть а их у меня нет ну да так где-то говорилось что есть на полу дневник наверно все таки надо было в ту сторону идти да сейчас посмотрим в принципе так да вот тут там внизу вроде еще есть проход нет подожди я по моему вот с этой стороны на не ходил далее вот внизу по моему нам они не были чем внизу не интересно дверь дверь что это похоже это водяной насос академии а для чего это машина снабжает водой всю школу и ее не приходится носить с реки ведрами хорошо я попробую включить его не трать на него время он не поможет нам найти студентов подожди зак ты ошибаешься если мы включим этот насос это сразу заметит и придут проверить почему он включился а когда они придут проверить что случилось они найдут нас подожди по поводу с насосом мы еще разберемся а а а а а и тут еще какой-то рычажок да а 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 и и а к а а на а и набор Вот, написано было, что где-то на полу валяться должен дневник. Ну, чё-то... Это что, на второй этаж, что ли? Зак, ты весь трясёшься. С тобой всё в порядке. Я... я... я в порядке. Понятно? Не ври. Ты боишься. Что с тобой? Я не боюсь. Я... я не хочу говорить об этом. Не надо стыдиться, Зак. Все мы чего-то боимся. Я... я боюсь высоты. Чего? Дракон боится высоты? Да. Я боюсь высоты. Понятно? Когда я пытался полететь в первый раз, я упал на землю и сломал крыло. С тех пор я терпеть не могу высоты. Ох, Зак, это ужасно. Ты сможешь идти дальше? Я попробую идти за тобой. Ну, пожалуйста, если можно, держись подальше от таких мест, как это. Интересный поворот. О, бля, местечко офигенное, я скажу. Мне нравится. Так, ну я думаю, наверное, рано еще сюда идти. Ну, это место надо, наверное, запомнить. Блин, не пойму, а где дневник? Может, с той стороны? А, вот она. Так, в смысле, подожди. Стоп, это она, получается, была там, где мы рядышком, что ли, были, да? А, ну-ка, подожди. То есть, вот где-то там, да? Тикс. А, вот она, тьфу ты, блин. Что делали с этой тетрадью? Похоже, в ней не хватает нескольких страниц. Эй, это моя... Ми-тетрадь. Ми-это одна из тех студентов, что превратили меня в волка. Ну, вот почему я узнал эту тетрадь. Похоже, кто-то... Разорвал ее. Может быть, животное? Но зачем животному рвать тетради? Почему ты посмотрела на меня, когда сказала «животное»? Я могучий дракон, и у меня есть более важные дела, чем рвать тетради. Те-е-е... Извини, Зак. Я просто подумала, что если эта тетрадь принадлежит студентке, которая превратила тебя в волка, ты мог разорвать ее из мести. Я просто не мог это сделать. Я сидел в ящике и не мог даже дотронуться до этой тетради. Так. Минуточку. Я не могу прочитать, что тут написано. Угу. Ну, естественно, то же самое, что было и... в той части. Те-экс. Ладно, идем в то место, где осталось идти. Туда, наверное. Что, наверх только. Ну, подожди, вниз вроде можно было идти, не? Оказалось. Те-экс. Сюда, что ли, да? Да. 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 Ого, сколько тут меза, блин, заблудешься. Должна признаться, я никогда не видела ничего подобного. Ты очень необычный волк, это точно. Кто? Кто ты, Зак? Я был могучим драконом, но... Но нашлись студенты, которым с помощью снадобья удалось изменить мою форму. Ты дракон? Который превратился в волка? Угу. Я фамилиар учителя. Так. Этот знак похож на каплю. Ну, да. Ну, пока... Здесь ничего, да? Ладно, пойдёмте тогда. Чё, сюда нужно или куда? Я сюда не обязательно. Тоже головоломка. Знаешь, их тут используют только учителя. Ну и что? Я буду счастлива, если это поможет какому-нибудь учителю найти нас. Угу. Куча просто головоломок. Ну... Чтобы в квесте не было головоломок, это... Ну, вы поняли, да. Вот. Зак, куда это ты? Я чую духи. Этот след может привести нас к кому-то. Мне знаком этот запах. Только я не помню, откуда. Лидия. Угу. Лидия, посмотри, что я нашёл. Это и есть источник запаха. Это кукла Селесты. Но что она здесь делает? Селеста обещала мне, что никогда не будет расставаться с ней. Кто такая Селеста? Лидия? Лидия! Ответь мне! Лидия! Смотрим. Селеста, ты не можешь остаться? Нет, мне надо ехать. Отец стал директором школы, и мы переедем в академию. Значит, мы больше не будем лучшими подругами? Нет, ты всегда будешь моей лучшей подругой, Лидия. Посмотри, я нашла это в одной из книг мамы. Что это? Это ритуал дружбы. После него мы будем лучшими подругами вечно. Но ведь это магия. Разве это не опасно? Не бойся, Лидия. Просто дай мне руки и повторяй за мной. Я, Селеста, клянусь всегда помнить Лидию и никогда не разрывать узы дружбы, даже если мы будем далеко друг от друга. Теперь твоя очередь. Я, Лидия, клянусь всегда помнить Селесту и никогда не разрывать узы дружбы, даже если мы будем далеко друг от друга. Это подарок от моего сердца, твоему сердцу, свидетель моей вечной дружбы с тобой. Он поможет тебе никогда не забывать меня. Что ты делаешь? Я не могу взять его. Тебе дала его твоя мама. Можешь. Это мой подарок тебе. Ох, я знаю, что подарить тебе. Это подарок от... от моего сердца, твоему сердцу, свидетель нашей вечной дружбы. Пусть он поможет тебе всегда помнить меня. Лидия, ну ты же никогда не расставалась с ней. Ты действительно хочешь отдать ее мне? Да, если ты расстанешься с кулоном своей мамы, я расстанусь с ней. Я никогда не забуду тебя, Лидия. Я обещаю, мы еще встретимся. Клянусь. До свидания, Лидия. Я сдержала свое обещание. Селеста, не уходи. Я искала тебя. Боже, моя голова. Что это за волшебство? Селеста? Угу. Лидия, ты в порядке? Зак. Я... Я в порядке. Но почему мы снова в бестибюле? Мы были в саду, когда я взяла куплю. Ты пришла сюда сама. Я говорил с тобой, но ты не отвечала. Ты была похожа на лунатика. Ты тоже ее видел? Кого видел? Я никого не видел. Лжец. Ты видел Селесту за этими воротами. Ты должен был ее видеть. Что? Думаю, ты должна присесть и отдохнуть немного. Нет. Когда я подняла куклу и потеряла сознание, мне приснился сон. Или, может быть, это было какое-то видение? Да. Это было похоже на видение. Ну да. Я уверен, что хороший мат быстро избавит тебя от этих... ...видений. Зак, послушай. Мы должны открыть эти ворота. Ну, если ты так говоришь... ...вы для того, чтобы открыть ворота, нужно электричество. Мне начинает казаться, что здесь произошло что-то ужасное. Произошло со всеми, кроме тебя. Ну что, Лидия, ты идешь? Так, старая игрушка, которая принадлежала Лидии, но была подарена Селесте в знак дружбы. Похоже, она каким-то образом связана со странными видениями Лидии. Угу. Окей. Хорошо. Так, подвал. А подвал где там был? Ладно. Будем сейчас искать подвал. Да, атмосферка прикольная. Даже если игра короткая, все равно... Ну, в принципе, она стоит своих денег. Так что, если хотите, дорогие друзья, я вам в описании оставлю, наверное, ссылку на эту игру. Если вам самим интересно поиграть, пощупкать. Ну, в смысле, игру. Так. Я все равно не понимаю, почему после этого видения я прошла до самых ворот. Может быть, кто-то пытается направить меня? Или не пускает тебя дальше. Никакое видение не остановит меня, Зак. Селеста где-то в этой академии. И я обязательно найду ее. Да, окей, окей. Не психуй, так подруга. Все пока что хорошо. Так, мы же наверх вроде должны идти, правильно? Да, да, да. Все верно. Не сюда. Вообще, квесты вроде бы... Простенькие, но... Что-то в них есть. Какая-то атмосфера. Что-то, знаете, простое. А то вот вечно играть во что-то... Серьезное. Или там, типа... Как сказать? Ужастики. Или... Приключения. Не в таком плане, что, типа... Вот это, знаете, наслаждаться атмосферой. А там, типа, приключения Лары Крофт. Ну, это другие ощущения. А здесь все идет, так сказать, небыстро, атмосферно. Знаете, вот как в Сибири. Вот мне нравится такая атмосфера, что тебе можно просто расслабиться и, короче, играть. Ну, это мое мнение. Не знаю, кто... С этим согласен. Такая... Это что такое? Опа-на. Ну, это что-то другое совсем. Ну, тоже... Красиво. Много атмосферы тут в игре. Оу, еще и лис. Обалдеть. Ну, вообще, люди старались вот это все, знаете, делать, рисовать. Блин, огромный труд на игру возложено. Особенно с такой вот музыкой, атмосферой. Это реально, ребят, круто. Ну, это мое мнение. Я знаю, что другие люди могут быть, как сказать... Не согласны, но... Короче, некоторые игры заслуживают хорошей оценки. И вот эта игра тоже, в принципе, для меня уже стала хорошей. В плане атмосферы и в плане того, что... Прикольная штука. Так. Эта дверь закрыта, и я не могу найти ключ от нее. Я перепробовала их всем. К этой двери подойдет немного изогнутый ключ. Вставь его в замок, нажми немного влево, и он откроет дверь. Откуда ты это знаешь? Что? Ну, я заметил, что ключ изогнут. Значит, это единственное логичное решение. Такое чувство, как будто он что-то скрывает. Так. Лидия, я не хочу идти туда Здесь водятся призраки Призраки? О чём это ты? Тсс, не шуми, они могут услышать тебя Все знают, что в подвале школы полно призраков Зак, объясни мне, пожалуйста, как такой могучий дракон может бояться темноты? Ты это слышала? Бежим, пока не поздно Нет тут никаких призраков Не веди себя, как испуганный котёнок Иди за мной Да уж Такс Что тут у нас? Куда? О, ящик какой-то, что ли Должно быть, эти ящики принадлежат Муставе Торговцу, которого я встретила у реки Допустим Так Назад Мниз, что ли? Опа-на, сова Нифига себе, я только сейчас сову заметил В левом углу Подожди Что тут? Подожди Шум доносится откуда-то отсюда Так, в смысле? Чего? Мы чё, обошли, что ли? Серьёзно? Что-то такое Это какой-то тайный ход? Я Я не знаю Но я не стал бы открывать его Не напрасно же его закрыли магическим замком Послушай Мы ничего не добьёмся Если будем сидеть здесь, ничего не делаем Мы должны проверить, что там Если бы я послушалась тебя Мы бы до сих пор стояли в вестибюле, как столбы МСК Подожди А тут что, тупик, что ли? Да, видимо, здесь тупик Так, не пойму, нам вернуться назад немножко надо, или как? Не, что-то здесь я пропустил явно Нет, это склад Ну, допустим, опуститься я могу сюда или нет? Подожди Что такое? Это всего лишь ветер Он дует в эту щель, видишь? Я же говорила тебе, что в этом подвале нет никаких призраков Ты всё ещё боишься? О, могучий дракон Это не смешно Не все же такие смелые, как ты Извини, Зак Я не хотела обидеть тебя Я просто... Ладно, Лидия Я уже привык Выше нос, Зак Посмотрим, куда ведёт этот проход Ну? Нет Нет, нет, нет Ну, почему он разбился? Что это за штука? Музыкальный кулон Мне его очень давно подарила Селеста Может быть, попробуешь собрать его? Он мне так дорог Это единственное, что у меня осталось от Селесты Я уверен, что его ещё можно починить Вот что я тебе скажу Попроси учителя собрать его Ты не забыл, что в этой школе никого нет? Ладно, я собрала всё Идём дальше Думаю, смотритель сможет починить твой кулон Если мы найдём его, конечно Ну, это понятно Это нам ещё в этом ролике показали Так Угу Прикольно висточка, однако Вот и, походу, первая головоломка будет с этими Чё такое? Ты только посмотри на эти листья Я думал, что растениям для роста нужен солнечный свет Не знаю Разве не всё равно? Эти растения не скажут нам, где кого найти Значит, они бесполезны Прикольное заявление Тейкс А там тупик, что ли? Давай уберём инструменты и посмотрим, что за этой дверью Убирай Убирай Что это за машины такие? Кажется, мы нашли машинный зал Ага Согласно легенде Он был построен самым первым смотрителем Чтобы снабжать энергией всю Академию Но что-то тут мне кажется странным Я уже много лет в этой Академии Но ещё ни разу не было, чтобы они не работали Что-то тут не так Подожди, а мы тут были уже, что ли? А, их надо искать, что ли? Мы же вроде уже... Ёпарас это Так, ну если там тупик То, скорее всего, это единственный момент с этим А нет Вот и головоломка Так, что тут? Тут тупик или тут куда-то можно пройти? Ё-о-о Так, ну я тогда туда ещё не пойду, наверное А ну-ка Не трогай эти странные механизмы Ты можешь предложить что-нибудь другое? Конечно Давай найдём смотрителя Он всё починит Зам, ты не хуже меня, зная, что его тут нет Мы должны делать всё, что можно Для продолжения нашего расследования Согласен Как это работает? Как это работает? Опа Опа Что-то слишком много В смысле? Подожди Первую мы смогли поднять А почему вот А почему вот Опа 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 Тикс, 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 тикс. Что? Это что, типа сброс что ли или что? Да. Ага. А этот походу... Так. Так, подожди, на рычаг 3. А где рычаг 3? Ага, в этом плане... Допустим... Ага, правый. Теперь нажмите на рычаг 1 и нажмите на рычаг 3. Допустим. 3. Покрутите правое колесо и поднимите правый груз вверх. Допустим. Вот система ниппеля. Еще раз левый рычаг. Все. Заработало, нет? У меня получилось. Смотри, работает. Угу. 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 Так, раз мы добились такого результата, давайте, наверно, сохраним. Угу. 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 нам нужно будет уже вернуться в этот, скажите мне, машинезал, вот. Кстати, ребят, я буду смотреть на чатик, буду по возможности отвечать, но я хочу погружаться в игру. Вот настолько бывают интересные игры, что хочется играть. А, вы должны всего лишь смотреть, вот. Так, а сколько тут этих ручек? Еще раз сохранить. Так, есть две ручки здесь. И... Внизу, что ли? И внизу. Так, ну их, походу, три, да? Нет? Их не три? Что тут наверху есть? А, подожди, это на... Четыре? Серьезно? Ёпа, раз это... Их больше. Вот, кстати, если я сейчас... А... Сколько получается? Четыре, пять, шесть, семь штук, что ли? Если пять, семь штук. Или даже восемь? Блин, я сейчас запутаюсь. Ёпа, раз это... Есть на нижнем этаже верхний вот этаж. Верхний этаж между правой и левой машиной, верхний этаж под левой машиной. О, господи. Так. Вот, значит, правая и левая, походу, машина, да? Тут же, по-моему, нету, да? Нет, тут нету. Мы тут только этого нашли. Зака. Хотелось бы мне знать, что здесь написано. Ты знаешь, какие тайны хранят эти страницы, списанные румами? Я думаю, что это источник информации, который использовали студенты, превратившие меня в волка. Ладно, пока мы не можем прочитать это. Будем надеяться, что эти страницы пригодятся нам позже. Я вроде ничего не нажимал. Так. На среднем уровне между лестницей получается. Есть еще на среднем уровне. Но тут сколько? Две. Получается, да? Да, тут две. Но я не знаю, как они работают в этом проблема. Что конкретно нужно делать? Я не знаю, либо... Так, раз. Тут три. 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 Между лестницей четыре. Между лестницей. Четыре. Пять. Шесть. И там что, семь-восемь, что ли? А, ну да. А... А... А что тут пишут? На среднем уровне... Ручку... На среднем уровне... Ближайшем... Поворачиваем... Подожди, на среднем уровне ручку... На среднем уровне это как? Жаль, что мы не можем прочитать, что написано на тех предметах, что мы нашли. Фамильяры могут читать? Хм. Конечно. Мы очень одаренные животные. Дай-ка посмотрю. Ты можешь сказать, на каком языке это написано? Я тоже ничего не понимаю. Но я вижу, что это магические руны. Язык рун используется в основном для того, чтобы записывать магические заклинания. К входу, к стенду? Какому стенду? Стенд. К стенду это что получается? К этому что ли стенду или что? Я сейчас запутаюсь. Я... Не знаю, какую нажимать... Я... Блин, если бы они... Хотя бы... Показали, как это... Должно работать... А-а-а... Просто капец. А-а-а... Просто капец. А какой это стенд? Вот, реально. как они расположены если там один там сколько два я не знаю их местоположение вот серьезно я щас реально нафиг запутаюсь на нежном этаже посмотрите на линию между первым и вторым на ней верхняя правая машина а вот это что ли первая машина и что нет подожди между сырь так на среднем уровне ближайшую среднем уровне у второго стены на нижнем уровне у единственного хода и между средним и верхним уровнем а между средним и верхним это лестница наверно да что-то я нифига не понял как это все работает шестеренки блин может они обе на один я нифига не знаю натуре стоп на нижнем уровне блин я забыл что нижний уровень это вот этот ёпураса те хорошо так так на среднем уровне хода стенду поворачиваем на два на среднем уровне на двойку что ли я не знаю получится или нет попробуем на два так а вот этот на среднем уровне у второго стенда ну допустим поворачиваем на три ну давай на тройку повернем допустим тройка так и между средним и верхним уровнем поворачиваем на единицу то есть вот это наверное на единицу да допустим так так и остается по моему четыре стенда самые непростые так на верхнем уровне у стенда напротив двери на тройку напротив двери на тройку да попробуем в нише это наверно так ниша это наверно вот это да тоже на тройку походу да так на верхнем на верхнем уровне стоящий рядом ну чуть ниже ну чуть ниже поворачиваем на 2 а ну-ка на 2 а тот на 1 а вот этот на 1 попробуем давайте серьезно реально я правильно сделал что так все машины заработали в академии теперь есть электричество так оно и есть я же сказала что у нас все получится лидия ты потрясающе разбираешься в машинах могу поспорить что ты можешь починить любой механизм скажем так я просто немного разбираюсь техники так хорошо а дальше что допустим вернитесь к ходу в академию ну да как ну вход в академию я не знаю какой вход просто тут входов может быть реально до фигища но Но будем думать. Эй, ребят, если я говорю немного словами-паразитами, то, извините, просто, ну, я так разговариваю. Не в том плане, что... А в том плане, что мне так удобно разговаривать. Просто сейчас разговаривать словами какими-то культурными или правильными, но я не учитель русского языка, так что, извините, ребят. Так. Подожди. Открыть ворота вести... А, ворота, подожди, ворота вестибюля, это, наверное, там, где мы хотели... Удивительная статуя. Великолепно, да? Конечно. Но зачем здесь нужна статуя дракона? Ох, я это знаю. Школа была построена около 500 лет назад. Когда маги пришли в эту долину, здесь было полно драконов. Но маги не боялись этих величественных зверей. Как раз наоборот, они решили построить здесь свою академию. Для них драконы были символом силы. Он почти как живой. Значит, ты будешь выглядеть вот так? Что? Да, но я еще не вырос до такого размера. Я еще молодой. Ну да. Драконы тоже бывают молодыми, да? Текс. Сохранение. Так, ребят, секундочку, подождите. Я сейчас отойду. Совсем ненадолго. И продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Секунду. Я кое-что проверю. Одену наушники. И мы, в принципе, погоним дальше. Приключения проходить. Так. Ну что, наверное... А ну-ка. Это вход. Теперь мы можем пройти в верхнюю часть Академии. Надеюсь, мы найдем там кого-нибудь. Ты уверен, что тебе разрешено там появляться? Естественно. Я же ст... Студент и фамилиар. Но ты говорил... Сейчас не время болтать, Лидия. Пойдем, посмотрим, что там. Лидия. Угу. Давай. Заходи. Угу. Лидия, почему ты остановилась? Что-то мне нехорошо. Зак, я... Отец, подожди. Угу. Да? Да? Что ты хочешь сказать мне, Селеста? Давай быстрее. У меня мало времени. Семь. Я так скучаю по тебе, пап. Ты так редко бываешь со мной. Угу. Ты всегда избегаешь меня под предлогом работы. Угу. Это все? Разве ты не понимаешь, что нужен мне? Я... Я люблю тебя. Ты меня не любишь? Да? Если захочешь поговорить о чем-то серьезно, я буду у себя в кабинете. И еще кое-что, Селеста. Повзрослей, наконец. Селеста, почему ты ушла? Селеста, почему ты ушла от меня? Селеста. Нет. Я не могу позволить, чтобы то, что произошло, отвлекло меня от моей цели. Зак. Я здесь, Лидия. Чёрт, как же ты быстро ходишь. У меня было ещё одно видение, но оно отличалось от первого. Это не было моим воспоминанием. Кажется, я видела чужое прошлое. Но у него было что-то общее с первым видением. И что-то Бармача пошла куда-то, но я не смог разобрать ни слова. Куда же это мы пришли? Я здесь никогда не была. Это шепчущая лестница. Зал стражей, он же вход во вторую часть академии, прямо перед нами. Вверх по лестнице! Вот куда направлялись студенты. О чём это ты? В моём видении они поднимались по лестнице. А не там, скорее всего. Но что странно, я не видела ни паники, ни спешки. Я почти уверена, что они ни от чего не бежали. Если бы только это видение было связано с тем, что нам уже удалось разузнать. Даже Натаниэль вёл себя как-то странно. Как если бы это был совершенно другой человек. Жуть какая-то. Да, точно. Но я предлагаю тебе сконцентрироваться на поисках. Так мы быстрее узнаем, что тут произошло на самом деле. А как только мы это сделаем, мы попросим какого-нибудь учителя осмотреть тебя. Это поможет нам лучше понять твои видения. Текс. Ясненько. Нифига тут этажей. Так, назад значит пока что не нужно, да? Ладно. Попробуем наверх пойти. Атмосферненько. Текс. Вот и синяя дверь, да? Назови своё имя, незнакомка, желающая войти в зал стражи. Что это за голос? Что мне сказать? Это стражи. Быстро! Ответим! Я... Иди... И со мной Зак. Фамильяр великого мага Найтингейла. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Текс. Хе-хе. 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 Я Зак. Я... Фамилиар учителя. Вы не могли бы пропустить меня? Вы уже ответили на этот вопрос. Верхнюю часть школы допускают только студенты и персонал. Ты действительно фамильяр Учителя? Конечно! Они просто не узнают меня в обличии Волга. Возможно. Интересно, что задумал Натаниэль? Почему он не пускает людей наверх? Может быть, он не дает спуститься тем, кто наверху? Зачем ему это? Чтобы защитить студентов. Может быть, в нижней части школы таится какая-то опасность? Не смеши меня. Если бы тут была какая-то опасность, мы бы уже повстречались с ней. Давай пойдем куда-нибудь. Эти стражи все равно нас не пропустят. Ох, кажется, я уже повстречалась с ней. А лучше здесь скрин сделать. Так. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Такс. Что тут у нас? Совсем ничего. Ну, тогда остается идти только вниз. Натаниэль, конечно, поступил очень умно, что закрыл доступ к верхней части Академии. Что это ты там говоришь о Натаниэле? Ты только подумай. Только он мог дать стражам такой приказ. И сейчас они пропускают только студентов и персонал школы. И если все находятся в верхней части Академии, уже никто не сможет прийти сюда, чтобы сорвать его планы. Я могу. Если я смогу сойти за студентку, стражи вынуждены будут пропустить нас. Я уверена, что смогу замаскироваться под студентку. Все не так просто. Это магические существа. Костюм их не обманешь. У тебя есть более удачное предложение? Мы должны сделать так, чтобы стражи помогли нам. Хотят они того или нет? Во как. Ну, узнать. Спускаемся вниз. Что же нам делать-то? Что там такое? Посмотри, Зак. Отсюда виден обеденный зал. Должно быть, здесь очень приятно посидеть с друзьями. Наверное, так оно и есть. Но тут есть небольшая несправедливость. Места с самым лучшим видом оставляются для учителей директора. Не важно, где ты сидишь. Важно то, с кем ты сидишь. И приятно ли им с тобой. Ну, если ты так говоришь. Я всегда сидел один, так что мне приятно бы было просто посидеть с кем-то. Ты сидел там? С каких это пор драконы едят сили на стульях? Они вообще сидят на стульях? Это потому... Слушай, оттуда снизу доносятся какие-то звуки. Быстро! Давай проверим. Эй, там есть кто-нибудь? Хм-м-м. Погнали. Подожди. Ты знаешь, что открывает этот ключ, Зак? Он не такой, как те, что мы уже нашли. Я не знаю, но все важные ключи в этой школе находятся у смотрителя. Может быть, это он потерял его? Я очень сомневаюсь, что он может потерять ключи. Но, признаю, мы иногда крадем их. Мы? Ты можешь объяснить мне, как и зачем драконы используют ключи? Что? А, нет. Я хотел сказать, что ключи крадут студенты. И иногда мне так хочется быть одним из них, что я даже начинаю говорить как студент. Угу. В твоих словах столько же смысла, сколько в моих видениях. Ну, почему в этой академии все так сложно? Угу. Маленький изящный медный ключ, который, вероятно, принадлежит смотрителю. На нем числа 2, 4, 3, 4, 5. Угу. Что у нас тут в инвентаре? ТИКС. Угу. А вот. Ещё 4 ролика и всё, да? Из воспоминаний. 6 воспоминаний. Ладненько. ТИКС. Ещё одна магическая дверь. Мне кажется, что пропавшие люди за этими дверями. Сколько тут таких дверей? Я... Я не знаю. Ты не сможешь открыть эту дверь. Она открывается с помощью магии. Угу. Угу. Так, подожди. Нам что, спуститься по лестнице, что ли? Или нет? А, точно. Теперь налево. Я, короче, понял. Походу... Нам теперь в ту сторону. В левую. Подожди. Сюда, да? В левую. Подожди. Подожди. Так, а разве мы сюда не поднимались? Подожди. Этот медный ключик подошел к замку. Посмотрим, есть ли тут кто-нибудь. Извините, что мы без разрешения, но нам никто не ответил и... Эй! Черт побери! Тут тоже никого нет. Такс. Музыка приятная. Дверь закрыта. Внутри никого. Все в полном порядке, как будто... Как будто смотритель ушел куда-то и знал, что он нескоро сюда вернется. Или никогда не вернется. Так. Письмо со стола. Так, согласно вашему распоряжению, я отключил систему электричества, прекратил подачу воды, перекрыл все проходы и закрыл главные ворота Академии. Со всем должным уважением должен заметить, что я получаю подобное распоряжение впервые за много лет своей службы. Не могу не сказать, что несмотря на то, что я выполнил ваше распоряжение, я не согласен с ним. Вы не забыли, что сегодня утром к нам должна прибыть новая кандидатка, то есть мы. К ее прибытию уже все приготовлено, поэтому было бы неразумно сразу же отправлять ее домой. Ага, я не понимаю, почему. Во! Что-то узнали. Не дописал. Отослать меня домой? Это бессмыслица какая-то. С того, что мы видим, можно сделать вывод, что смотритель никуда не торопился, когда уходил. Но он не дописал эту записку. Тут сказано, кто выключил все механизмы, но о том, кто отдал распоряжение сделать это, не сказано ни слова. Ты права. Мы почти ничего не узнали. Ну, по крайней мере, мы выяснили, что тебя здесь ждали. Но меня хотели отправить домой. Надо попытаться найти то, что поможет нам понять, что здесь происходит. Так. И пергамент с надписью MBFX. Мой хозяин сообщал смотрителю, что он на следующей неделе придет изучать этот древний пергамент. Но ты только что сказал, что его не было тут, когда ты приходил сюда в прошлый раз. Его не было. Ну, я уверен, что мой хозяин имел в виду именно его. Хорошо. Знаешь что? Я возьму этот пергамент и выясню, твоего хозяина не врешь в виду. Не делай этого. Что? Это почему же? Смотритель придет в бешенство, если узнает, что ты рылась в его вещах. Проблема мне гарантирована как минимум на пару лет вперед. И знаешь, сколько всего того, что нельзя трогать, я трогала с тех пор, как пришла в эту школу. Думаю, хуже мне не будет в любом случае. Ну, это понятно. Так. Блин, музыка приятная, ребят. Приятная. Так. А вот, наверное, и сейф, да? Если нас поймают, я скажу, что не имею никакого отношения к этому ограблению. Знаешь, если бы все было нормально, я бы не стала взламывать сейфы. Я не воровка какая-то. Но сейчас у нас нет выбора. Но ты можешь не бояться. Никому не придет в голову обвинять в чем-то фамильяру учителя. Так. М-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Ключ. Нет. Допустим. Допустим. Ага. Питерка. Питерка. Типа. Это типа сброс был? Это типа сброс был? Типа. ну допустим остановите 4 цифру а как это работает я ощущение в курсах не хрень какая-то 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 Допустим, до четвёрки. Хм-хм-хм-хм. Тикс. Теперь третью цифру. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Тройку до тройки. Продолжение следует. Тройку до четвёрки. 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 Подожди. Тройку до четвёрки до четвёрки. Тройку 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 до четвёрки. Отлично. Да, я понимаю магическое письмо. Это должно помочь нам. Я понимаю, что написано в тетради. Кажется... Кажется, это рецепт с надобью смены формы. Ну, смотритель придет в ярость, если узнает, что мы взяли его магический браслет. Ну и что? Если он найдет нас, мы больше не будем одни в этой школе. А если тут будет еще кто-то, браслет больше не понадобится, и мы с легким сердцем вернем его. Пока же нам не обойтись без него. Он поможет нам прочитать инструкции о том, как надо варить надобью смены формы. Ну, это понятно, да. Так, надо почаще здесь сохраняться. Мало ли. А, вот ту пластину мы теперь прочитать можем, да? Так. Где у нас инвентарь? Не то. А, нет, подожди. Ага. 24-го. Яниаша 571-го года. Если я не сделал каких-то серьезных ошибок, с надобью, приготовленное по следующему рецепту, превратить живое существо в дракона, то есть волка. Нужно его испытать и записать свои наблюдения, но я пока не знаю, как сделать это, не подвергая себе опасности. Я не уверен, что у меня хватит сил справиться с драконом. Ага. Во как. Тем, кто хочет использовать мою работу для приготовления снадобья смены формы, эта информация может показаться неполной. Более подробная информация об ингредиентах содержится на следующих страницах. Я потратил на исполнение мечты много лет, осталось только не сделать ошибку в процессе приготовления снадобья. Удивительно, но рецепт состоит всего из трех ингредиентов. Как минимум, один из них найти очень легко, если, конечно, у тебя есть разрешение смотрителя. Второй. Достать было немного сложнее, но учительница по гербализму, то есть это растение, по-моему, по Гарри Поттеру. Да. Вспоминаю о Гарри Поттера, потому что тут волшебная, это, школа. Не увидела, как я взял магический плод, не задала лишних вопросов и даже поощрилась за усердие. Что же касается последнего ингредиента, я, кажется, нашел существо, которое искал. Мне повезло, что я наткнулся на ту девушку на лесной поляне. Это не совсем то, что я описывал, но, надеюсь, все сработает как надо. Во как. Так. Угу. Так как у нас есть тетрадь студента, который сварил снадобье, превративший меня в волка, и браслет, с помощью которого мы можем прочитать, что в ней написано, ты можешь сварить для меня снадобье, чтобы я, наконец, снова стал драконом. Ты сделаешь это для меня, ну, пожалуйста. Хм. Мне кажется, что это было бы неправильно, Зак. Я ведь даже не студентка этой академии. Мы ничего не потеряем, если попробуем? Извини, но я не буду варить снадобье, которое может сделать твою жизнь еще хуже. Ну, Лидия. Но... Но я соберу недостающие страницы тетради и ингредиенты, необходимые для снадобья. После этого нам останется только найти маму, который сварит его. Так, ну мы теперь хоть знаем, куда идти. Вот. Так, подожди, а карту мы прочитать не можем, да? Или можем? Подожди. Нет. Карту мы изучить, походу, не можем, да? Да, странно, что нам надо было, типа, с винотаврами поговорить, но... Да ладно. Суть же не то. Не только в минотаврах. Правильно. Че? Лидия, ты это слышала? Да. Что это? Я не знаю. Может быть, кроме нас тут есть еще кто-то? Да, красивая школа. Прикольненький вид. Дракона. Так, а там что есть? Ку-ку. Ку-ку. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну ладно. Прикольный дракон. Так. 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 Теперь я могу прочитать это. Тут написано. Тут написано. Найтингейл. Твой хозяин. Это его потомок, Зак? Мой хозяин? А-а-а! Мой хозяин? Да. Найтингейл, который построил эту академию, был его предком. Так, хорошо. Это мы сделали. Погнали. Угу. Там, по-моему, еще сказано, что нужно осмотреть фонтан. Но фонтан, по-моему... Фонтан не работает. Ты ничего не трогала, Лидия? Нет. Ну... Да, вообще-то. Но когда я вошла сюда, фонтан не работал. Клянусь. Хм-хм. Это странно, что фонтан перестал работать. Х. Ага, это мы уже осмотреть не можем, да? Офигеть. Короче, топать. Найти комнату испытаний. И вернуться к стражам. Если б я еще знал. Так, стоп, подожди. Сюда, что ли? Леонид к тому фонтану пошел. Подожди. Может быть, смотритель уехал в отпуск? Что это за смотритель, о котором ты говоришь? Это человек, который следит, чтобы все машинное оборудование школы работало как надо. Кроме того, он присматривает засадами участком леса, что рядом с ним. Так, подожди, а что у нас в инвентаре? Цветы собрать? Блин. Те самые цветы теперь собрать надо, да? Ёпарасете. Так, а почему мы не можем... Ага, это все-таки туда, да? Да, самое глупое, что мы заранее не могли эти цветы собрать. Это было бы самое такое... Такое себе. Подожди. За цветами, что ли, сходить? Так. Так, а погреб был вроде там, да? Давай, Лидия, топай. Просто бери топа и все. Текс. Ну, куда ты? Не сюда. Не, ну, конечно, то, что в одной локации все будет происходить, это, конечно, ну... Прикольно. То, что, в принципе, только по поводу замка вот это все движня. В принципе, логично, мы просто узнаем, что тут произошло и чем это закончится. В принципе, нормально. Я даже не знаю, откуда ты приехал и почему решила учиться в этой академии. Когда я встретила Селесту и ее родителей, мне очень захотелось научиться магии. Но я из очень бедной семьи, и у нас никогда не было денег на исполнение моего желания. Поэтому с 12 лет я начала работать на рынке. Я чинила всякие безделушки и сломанные механизмы, чтобы заработать денег. Я много лет упорно работала и отложила кое-что. Немного денег добавили родители, и мне удалось приехать учиться в эту академию. Если все у меня здесь пойдет хорошо, я через несколько лет смогу помогать родителям. Приятно должно быть, когда семья поддерживает тебя. Есть такое дело, ты прав. Волк. Так. Теперь нужно подняться наверх. Тут очень странная система перемещений работает. Чтобы вниз спуститься, нужно вверх подняться и... Ну, короче, вы поняли о чем я. Подожди. Х. Сюда, походу, да? Там же вроде цветы были. Заранее их, наверное, возьмем. Чтобы лишний раз за ними не бегать. За цветами, правильно, ребят? Сделаем хотя бы так. А потом спросим у этих стражей, что, как и почему. Так. Я же вроде правильно пойду к этому месту или нет. Так. Блин, походу, неправильно, да? Или правильно? Блин, где я цветочки находил? Разве не здесь? Не здесь, вот. Мне не нужны эти листья. Они не помогут нам никого найти. В смысле не нужны? Мне не нужны эти листья. Они не помогут нам никого найти. Ладно. Не хочешь их брать, возьмем в другой раз. Что уж теперь-то делать-то? Так, теперь выйти нам надо, и все. Да? Не, ну головоломки тут прикольные сделаны. Тут, в принципе, не скажешь. Прикольно. Атмосферка, там головоломки. Все это сделано на хорошем уровне. Впечатления хорошие. Если честно. Надеюсь, стражи скажут, что делать. Единственное тут, что немножко раздражает, то, что бегать по локациям, чтобы продвинуться в сюжете, немножко утомительно. Типа, опять смотришь на те места, идешь обратно, туды-сюды. Ну, наверное, за счет этого и игра эта. Стоп, подожди, не сюда, я уже запутался. Так. И за счет этого игра, короче, ну, много раз удлиняется. То есть, если ты там можешь в сюжете продвинуться, то теперь тебе нужно, чтобы продвинуться, несколько раз вот это, бегать, бегать. Это единственный, наверное, минус квестов, то, что нужно, короче, убеждаться в чем-то. Так, подожди. Ты не сможешь открыть эту дверь. Она открывается с помощью магии. Так, одну комнату мы нашли. Теперь осталось найти еще две. По сути, три комнаты, и чтоб... Так. Погнали. А так, система вот этих передвижений и система всего сделана, конечно, довольно удобно. Так. Ну, две... Ты не сможешь открыть эту дверь. Она открывает? Это я уже понял. Повторяется одно и то же, в принципе. Тогда останется спросить этих минотавров, и все. Тикс. Ну, ладно, спросим их тогда. Да. Как мне попасть на верхний уровень академии? Ты должна стать вверхой. Это мы знаем. И как мне сделать это? Взять экзамены, как и войдут. Угу. Я мудрец и хранитель экзамена мудрости. Угу. А ну, подожди. Как открыть двери в экзаменационные комнаты? Три магические двери в этой академии. Но магические речи не откроют их. Угу. Сделаны из камня, без ручек и замков. Верность ждет за первой. Путь ко всему готов. Силой не откроешь их, ничем их не пробьешь. Второю будет мудрость, чего ты очень ждешь. Угу. Открой ту дверь, студент, копьем ты деревянным. И третья защитит тебя от страхов окаянных. Я понимаю. Вы не можете не разговаривать с загадками? Вы не можете просто сказать мне, как открыть их? Угу. Нет. Стражам не позволено помогать кандидатам. Мы здесь для того, чтобы пропускать только студентов и персонал школы. Угу. Зак, здесь всегда так относятся к кандидатам? Нет. Обычно экзамены принимают учителя, а не стражи. Поверни ключ столько раз, сколько экзаменов. Угу. И крепко стукни по каменному полу. Копьем укажет на драгоценный камень. Чего же вы последнее предложение не зарифмовали, а? Тихо! Не нарывайся! Они рассердятся! Мы работаем над этим! Хе-хе-хе. Так, понятно. Копьем... Копьем... Серьезно? Мы ж... Мы жезл не взяли? Какого хрена? Капец. Копьем... А я че-то этот джезл не заметил, ребят. А вот я слепандя. Слепандя. Как я мог не заметить. ДИК. Ребят, если что, я могу... ДИК. Ах... Друзья, здрасте еще раз. С вами Казуку в Эмоле. Не знаю, ребят, что произошло, но у меня, короче, АБС. Все эти неприятности у меня из-за этого проклятого снадобья. Какого снадобья? Снадобья, которую меня заставили выпить студенты. Как видишь, они превратили меня в волка, пока я был без сознания. Хм... И раз уж мы заговорили о снадобьях, ты случайно не знаешь, как приготовить зелье, которое снова сделает меня драконом? Мне очень жаль, но я совершенно не владею магией. Пока. Так вот, народ, короче, что случилось? Получается, у меня прервался стрим АБС, и я даже об этом не знал. Я об этом смониторил, посмотрел на ноутбуке, смотрю, у меня запись прервалась. И, короче, вот, ребят, придется заново проходить с того момента, где прервалась запись. А нам надо, короче, как сказать, сходить за копьем по этим жезлом, который открывает двери. вот приходится по сто раз проходить одно и то же место. Я не знаю, что случилось, может, интернет, может, что за ком выделывался, ну, короче, удивительная статуя. Там мы это уже слушали. Ку-ку. Но маги не боятся. Ну и нафига я ее осматривал. Он почти наконец-то. просто когда щелкаешь не туда, куда надо, повторяются диалоги. Это бесит. Это бесит. Короче, получается вот здесь я не осмотрел жезл. Его надо было взять. Посмотри, какой прекрасный жезл. Что? На нем написано мое имя. Ты помнишь записку смотрителя где написано, что все готово к твоему приезду? Да. Ты хочешь сказать? Лидия, это твой жезл. Все кандидаты, прибывающие в академию, получают жезл. Возьми его с собой. У каждого студента есть такой жезл. Деревянное копье студента. Что? Зак, это деревянное копье студента, о котором говорили стражи. Его помощь я открою дверь в экзаменационную помню. Ну, это мы уже поняли, да. Так, хорошо. Даже наше имя вырезано на жезле. Ну, все, теперь мы крутые получается. Пройдем первое испытание, потом это, второе, тэкс. Музычка тут прикольная, не поспоришь. Сама музычка мне нравится здесь. так, а страницы я расшифровал, хочу посмотреть. Так, походу, что да. ну да, это чтобы обратно превратить его в дракона, этого у кого-то там. Так. Ну, волка, короче, обратно, чтобы дракона превратить. Так, что, погнали? Сделай, как сказали стражи, открой дверь экзаменационной комнаты. Надеюсь, это сработает. Вот увидишь, она откроется через несколько секунд. Если я не ошибаюсь, они сказали сделать так. Повернуть ключ три раза, постучать в пол и указать на драгоценный камень. КОНЕЦ было дело. Я так волнуюсь. Ненавижу экзамены. Давай же, Лиди. Если мы хотим помешать Натаниэлю, у нас нет другого выхода. Зак, Натаниэль ни в чем не виноват. Я уверена, что он... Ты еще сомневаешься, что он использовал стражи, чтобы не допустить сюда всякого, кто может помешать ему притворить в жизни его коварные планы? Нам повезло, что он не принял в расчет тебя, Лидия. Он наверняка думал, что ты не сможешь сама сдать эти экзамены и остановить его. Довольно, Зак. Натаниэль один из прекраснейших людей, но... Хватит! Я уверена, что когда мы найдем его, он объяснит нам, что происходит в этой школе. А пока давай сконцентрируемся на этом экзамене. Ну, давайте. Академия Драгон Вейлзи ждется на трех идеалах. Каждый студент должен идти по пути, проложенному основателями, и следовать этим идеалам. Ты можешь назвать их? Мудрость. Путь к тому, чтобы стать великим магом очень труден. Чем бы ты могла пожертвовать, чтобы стать им? Время. Что случилось с магом Натангейлом после того, как он научился магии? Что сила не имеет ценности без мудрости. Вот. Вот. у меня получилось. Я сдала первый экзамен. дракон. Но тебе осталось сдать еще два. Уф. Еще есть чем подбодрить меня? Конечно. Даже если ты сдашь эти экзамены, стражи могут все равно не пропустить нас. Кому же я так насолила в своей жизни, что мне в спутнике достался этот трусливый и унылый дракон? Дракон? Я всего лишь волк, черт меня побери. И если судить по тому, как быстро продвигаются наши дела, мне еще очень долго им оставаться. Терпение, друг мой. Мы занимаемся твоей проблемой. Скоро мы окажемся в верхней части академии, и там будет много людей, которые смогут помочь тебе. Поехали. Ко второму испытанию. так. пока еще на туда найти блин так я все пути путаю что с той стороны тикс по-моему нам сюда да все верно нам сюда да места тут красивые тут не поспоришь ладно пошли уже так тут еще странички подбираем что это кажется эта страница вырвана из тетради что мы нашли тут содержится информация о снадобье смены формы насколько я понимаю тут рассказывается как вырастить дерево нигилиз и как использовать плоды нигилиз для приготовления снадобья читаем так второй ингредиент тяжело достать я украл книгу учителя гербализма это то есть растеневодство и нашел не очень важную информацию а если дерево растет обычным образом она не дает плодов и его листья имеют темно-зеленый цвет но если это дерево вырастить с помощью магии оно будет плодоносить и листья будет очень яркого цвета ага плоды можно достать у муставия то есть торговца и вырастить из него дерево с помощью магического заклинания окей дальше для роста дерева нигилиз требуется магический свет и вода с водой проблем быть не должно так как из каждого фонтана этой школы рьется вода обладающими магическими свойствами но что делать со светом я сомневаюсь что тут подойдет заклинание света когда нас научили на уроке таинств таинств ну да так хорошо погнали следующее испытание второе мне это начинает нравиться ахалай махалай дверь откройся бадалай красивые все таки здесь ролики тут реально не поспоришь удовольствие от игры получаешь все таки какое то ахалай ахалай просто замечательно и как же мне попасть на балкон где будет проходить экзамен если я не ошибаюсь учителя перемещают эти лестницы когда кандидат сдает экзамен так посмотри сюда на верхнем балконе разбито окно разбито окно может быть именно поэтому все исчезли быстрее лидия давай уйдем отсюда успокойся о могучий дракон та комната о которой ты говоришь была закрыта если ты помнишь давай попробуем добраться до того балкона давайте попробуем окей так возвращаемся назад кстати эти лестницы аж передвигаются и в гарри поттере если кто помнит прям есть какие то эти сопоставления если честно ну вот следующая загадка будет находиться здесь а сначала нужно прочитать этот надпись да Винтероул и Найтингейл которые были друзьями с детства мечтали научиться магии ничто не могло остановить их но им пришлось расстаться когда Найтингейла отправили в столицу королевства учиться в Великой Академии магии в то время это была единственная школа магии на всем континенте и только дворяне могли учиться в ней Найтингейл за долгие годы научился управлять всеми аспектами этого таинственного искусства и посредством знаний и упорного труда обрел мудрость но в течении всех этих долгих лет он не забывал своего друга Винтероулу во как что за черт зачем устанавливать на дверь какую-то игру это не игра это магический замок учителя запирает эту дверь чтобы студенты не использовали следующий кабинет если этот еще не заполнен значит эту дверь можно использовать чтобы запереть кого-то или что-то ты ты права ты действительно хочешь открыть эту дверь это может быть опасно опасно это или нет мы должны открыть ее вот и первая головоломка в чем суть передвигаются драконы короче эти только в правую сторону эти в левую и вот на этом моменте я хотел закончить в прошлый раз этот стрим потому что головоломку непросто решить вд話 iday самый прикол в том что он но переделем мы эту фигуру и че И всё, заблокировали Они не двигаются назад В этом, блядь, весь прикол Как это проходить? Фигуры блокируются И чё, вот получается перекинуть Вот эту сюда А потом чё, перекинуть Вот эту И сейчас блокировка будет, да? Фигуру Ну вот прикол Передвинем и эту И эту Подожди И эту передвинем Ну а всё Мы три передвинули А как последнюю белую передвинуть? Это вообще капец какой-то Какая тут Закономерность? Я Я реально, ребят, не понимаю Я Я реально должен буду потом просто посмотреть Солюшу на неё Я просто реально Не понимаю Как это проходится? Там блокируются фигуры И всё, обосраться Вот реально Меня это взбесило Только из-за того, что Короче Это тяжело проходить Вот Я не в том плане, что типа Вот, я сдаюсь Так далее Всё в таком плане Нет Просто Просто это жесть Это реально Ну вот Именно вот Реально для меня Это жесть Вот Так что Вот я На этом, ребят Хотел Закончить Прошлый стрим Вот этот кусочек Но Почему-то у меня стрим Как назло Вылетел И Поэтому Ещё раз скажу Спасибо, что смотрели Игрушка мне очень понравилась Очень сильно Атмосферная Интересная Спасибо Знакомой Немере За такой Совет И пройти такую классную Игру на канале И показать это ребятам Там что Огромное спасибо Кто поддерживает Казоку Всем Здоровья Добра Ставьте лайки Приглашайте друзей Не забывайте про колокольчик Дружочек Подписывайтесь на канал Приглашайте друзей Будет тоже много Интересного материала И контента Я говорю своим Доступным языком Так что Надеюсь Всё хорошо А всем До новых встреч И Пока-пока Может быть Смотритель уехал в отпуск Что это за смотритель О котором ты говоришь Это человек Который следит Чтобы всё машинное Оборудование школы Работало как надо Кроме того Он присматривает Засадами Участком леса Что рядом с ним Что там Онığınкет Что там Кроме того Кроме того Он 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 Продолжение следует...